Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Левиафан Брат 1997 года. Демобилизированный из армии Данила Багров вернулся в родной городок. Но скучная жизнь российской провинции не устраивала его, и он решил совпадаться в Петербург, где, по слухам, уже несколько лет процветает его старший брат. Данила нашел брата, но все оказалось не так просто. Брат был наемным убийцей. На районе. Вова и его лучший друг Киса зарабатывают деньги, занимаясь нелегальной деятельностью. Их жизнь проходит на волне веселья в погоне за острыми ощущениями и кратковременными удовольствиями, пока очередной заказ не приводит их дружбу к главному испытанию, заставив каждого ответить на вопрос «Кто ты?». Майор Гру 200, 2007 года СССР, 1954 год. Финал советской эпохи. Провинция. После дискотеки пропадает дочь секретаря райкома партии. Свидетелей нет. Виновные не обнаружены. В этот же вечер в доме на окраине города происходит жестокое убийство. Виновный – хозяин дома. Оба расследования поручены капитану милиции Жураву. Брестская крепость, 2010 года. Фильм рассказывает о героической обороне Брестской крепости, которая приняла на себя первый удар немецко-фашистских захватчиков. 22 июня 1941 года. С документальной точностью описываются события, происходившие в первые дни обороны. Фильм рассказывает о главных трех очагах сопротивления, возглавляемых командиром полка Петром Гавриловым, комиссаром Ефимов Фоминым и начальником 9-й погранзаставы Андреем Кижеватовым. Действия фильма разворачиваются в заснеженном пригороде Нью-Мехико, где живет 12-летний мальчик-изгой Оуэн. Однажды в сумерках Оуэн знакомится со своей новой соседкой Эбби, но он даже не догадывается, что его первая любовь – невинная соседская девчонка, на самом деле – вампирша. Быстрые пули После 10 лет, проведенных в тюрьме, у Драйвера одна цель – выследить и уничтожить людей, замешанных в жестоком убийстве его брата. Наконец, обретя свободу, он готов пойти на все, чтобы выполнить свою жестокую миссию и разделаться с теми, кто попал в его черный список. Последний дом слева Мама, папа и дочь отправляются в загородный дом, чтобы счастливо провести выходные дни. Сначала кажется удивительным, что дочь-подросток соглашается провести свободное время подобным образом. Но все очень просто. Недалеко от этого дома находится городок, где живет ее лучшая подруга. Девушки встречаются и знакомятся со странным парнем, у которого есть травка. Компания приходит в отель и готовится оттянуться по-взрослому. Но в самый неподходящий момент появляются беговые преступники, которые начинают жестоко глумиться над девчонками. Затем они перемещаются в тот самый последний дом слева, где сталкиваются с родителями девушки. Ничего не подозревающие родители предоставляют кровь преступникам, но затем события развиваются по жестокому сценарию. Болток Пишите в комментариях, такие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok